Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Аида Малахова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Кому нужно делать прививки? Ученые КФУ рассказали об особенностях при подготовке деревьев к зимнему периоду. Чипирование – это новая грань будущего? Наступило время сезонных заболеваний, а значит, необходимо более бережно относиться к своему здоровью. Насколько эффективна вакцина от пневмонии? Об этом мы расскажем в нашем следующем сюжете. Внимательное и ответственное отношение к своему здоровью может гарантировать безопасность как для себя, так и для своих близких. Поэтому очень важно вакцинироваться от сезонных заболеваний, таких как пневмония. В этом году используется вакцина Privinar-13. Она содержит 13 капсульных полисахаридов, наиболее часто встречающихся сиротипов пневмокока. Данная вакцина, как отмечает врач, намного эффективнее прошлогодней. В университетской клинике Казанского университета уже привили 13 человек. В группе риска развития пневмококовой инфекции находятся лица, страдающие хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица с иммунодефицитными состояниями и больные с сахарным диабетом. Вакцина предназначена для прикрепленного населения, относящейся к группе риска и призывникам. Данную вакцину не стоит делать, если у вас развиваются острые инфекционные заболевания, если у вас обострение хронических заболеваний. В данном случае мы рекомендуем дождаться выздоровления, либо ремиссии хронических заболеваний. Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Дарья Ледащева, Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Лето прошло, впереди пасмурная погода и морозы. Однако природа дает насладиться последними деньками относительно теплой погоды и золотистой пушкинской осенью. Улицы города застелили опавшие листья. О том, как деревья готовятся к зиме, наш следующий сюжет. Погода становится холоднее, дни короче, а на улицах лежат опавшие листья. Деревья также готовятся к зимовке. Вот только в отличие от людей, которые пытаются надеть на себя во время холодов как можно больше одежды, деревья, наоборот, сбрасывают ее, свои листья. Этот процесс начинается еще летом, как только дни начинают идти на убыль. Зимняя погода, она накладывает свой отпечаток. Деревья должны подготовиться к низким температурам, отрицательным низким температурам и к очень высокой сухости воздуха. Вот зимний воздух, он обезвоживает организм. Для того, чтобы выдержать отрицательную температуру, деревья перегоняют лишнюю воду себе в корни. Таким образом, мертвые клетки сосудов деревьев остаются полностью пустыми. Однако для того, чтобы живые клетки остались действующими, в них накапливается специальное вещество. Вещества, которые мы называем криопротекторы, вещества, которые сохраняют при низких температурах клетки в живом виде, это для растений, это сахар, это сахара, это сладкие сахара, это моносахариды, это дисахариды. И получается, что в живых клетках к зиме накапливается такое большое количество сахара, что в этих клетках густой сироп. Опавшие листья могут представлять собой особую ценность. Из них делают удобрения, превращают в компост. Еще один из способов избавиться от опавшей листвы – их утилизация. Однако такой способ не самый безопасный, да еще и противозаконный. Ведь листья, они впитали в себя загрязнители. Все, что попадает в воздух – это выбросы автомобильного транспорта, промышленных предприятий. Это все оседает в листьях. Когда мы сжигаем, это значит воздух выбрасывается в углекислый газ. То есть тут очень много моментов. Лучше утрамбовывать, утилизировать биологическим путем. Пока что деревья все еще готовятся к зиме. Листопад продолжается и закончится только в первых числах ноября. Лев Диденко, Геннадо Влитяров, Универ, Ньюс. Высокие технологии приближают нас к тому миру, который описывали в своих произведениях писатели-фантасты. Давайте узнаем, сможет ли стать новой реальностью внедрение имплантированных чипов. Смотрим. В последнее время многие говорят о том, что микроэлектроника продолжает стремительно развиваться. Изобретаются и распространяются большое количество всевозможных имплантантов. Это приводит к тому, что в организме многих людей уже присутствует микромашина. У этого направления, безусловно, большое будущее, потому что технологии не стоят на месте, они развиваются, и мы можем наблюдать непосредственную пользу от использования подобных миниатюрных устройств для обеспечения качества жизни человека. Несомненную пользу микроэлектроника приносит в развитии современного протезирования. Это не в чистом виде механика, это именно интеллектуальные системы, которые имеют взаимодействие с нейроактивностью человека. Для этих целей разрабатываются и используются так называемые человекомашинные интерфейсы, когда за счет когнитивных способностей и возможностей человека есть инструменты, средства, основа для сбора информации, которая, по сути дела, обеспечивает управление подобными объектами. Около 200 лет прошло с тех пор, как человечество освоило сначала электричество, а потом перешло в плоскость электроники. А сейчас появились сторонники развития новой грани будущего. Это те, кто считает, что чипирование людей – абсолютно нормальное явление. Для них микрочип является уникальным основным документом, позволяющим облегчить жизнь человека. Если у человека будет некий чип, который интегрирует в себе все данные и, по сути, является основным документом, я не думаю, что это будет как-то негативно воспринято обществом. Однако психологически многим людям довольно тяжело воспринимается новшество современности. Чипирование воспринимается в нашем сознании как тотальный контроль, поэтому человека пугает любая мысль об ограничении свободы, потому что нет понимания, для чего это делается, для каких целей. Процесс чипирования несет в себе определенные риски. Нужно провести масштабную работу для того, чтобы эта система работала стабильно и прозрачно. Мы можем действительно задумываться о правовых, об этических и целом ряде других норм использования подобных устройств. Вопрос, собственно, к формированию некой законодательной базы и формированию в обществе надлежащего отношения к этой технологии. Станет ли нормой жизни внедрение высоких технологий, покажет время. Кристина Адершина, Виолетта Басова, Универньюз. Руссия Хангук, Руссия Хандзи Окси Йохандзи Вамиры, что в переводе с корейского означает «Россия Корея», «Настоящее и будущее корейского корееведения». Именно так называется Международная научно-практическая конференция, которую проводит Центр исследований Кореи на базе Института международных отношений Казанского университета. Важно отметить, что мероприятия проводятся в онлайн-формате на платформе Zoom. Сейчас онлайн-формат позволил расширить границы участников, и теперь не только города России и страны СНГ участвуют в конференции, но также, скажем так, далекое зарубежье и ближнее зарубежье. Появилось больше возможностей для участия. Со вступительным словом выступил профессор Казанского федерального университета Ко Йен Чоль. Он поздравил всех участников конференции, а также выделил основные цели и направления мероприятия. 14-я Международная научно-практическая конференция «Россия Корея. Настоящее и будущее российского корееведения» проводится при поддержке Академии корееведения. В связи с эпидемиологической обстановкой во всем мире мы решили провести конференцию очно и заочно. Очно приняли участие исследователи нашего проекта и преподаватели КФУ, а онлайн выступили участники из Кореи, Японии, Турции и других стран. Перед выступлениями докладчиков состоялось вручение именных сертификатов студентам-стипендиатам базовой университетской программы исследований Кореи КФУ. Несмотря на пандемию и онлайн-формат, конференция прошла в очень доброжелательной атмосфере, а все докладчики выступили достойно. Елизавета Королева, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!